Недавно руководство Формулы-1 решилось расширить сезон двумя дополнительными стартами. Так, 13 сентября состоится Гран-при Тосканы, а ровно через две недели первую формулу встретит наш Сочи-автодром. Эта прекрасная для российских болельщиков новость была омрачена другим известием. Вторая и третья формулы к нам приехать были не должны, а следовательно, звезды молодежных серий Роберт Шварцман и Александр Смоллер не смогли бы промчать по сочинскому асфальту. Однако организация Росгонки и руководство Формулы-2 смогли договориться, чтобы заезды молодежной серии все-таки вошли в программу российского Гран-при. Они пройдут во время уикенда 24-27 сентября. Пилот молодежной программы СМП Рейсинг Кирилл Смаль стал бронзовым призером своего дебютного этапа в немецкой Формуле-4. Заезды проходили на автодроме Лаузиц Ринг. Отметим, что этот чемпионат – первая формульная серия для Кирилла. Он перешел в нее из европейского картинга, где соревновался еще в начале года. Первый этап стал для пилота СМП Рейсинг весьма успешным. В первой гонке Смаль финишировал лишь на 11-м месте, но затем только наращивал темп. Вторая гонка закончилась пятым местом, а в третий «Россиянин» поднялся на подиум, уверенно финишировав третьим. Это первый подиум Кирилла в совершенно новой для него дисциплине. Следующий старт состоится через две недели на автодроме Нюрнбургринг. В подмосковном Калининце прошел третий этап чемпионата и первенство Московской области по автокроссу Кубок Крамара Моторспорт. Организатором гонок выступила команда НСС Рейсинг. В десяти кроссовых классах собралось без малого 60 участников. Притом их география оказалась довольно широкой. В Подмосковье приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, Курска, Ржева, Твери, Бронис, Егорьевска, но особенно представительной была сборная Смоленска. Еще одним удивлением для организаторов стало большое количество девушек-гонщиц. Их теперь курирует комитет женщины в автоспорте. Так Алиса Малкина из Пушкина одержала победу в классе D2 юниор. В категории Супер 1600 Ксения Буторина завоевала серебро. Екатерина Бояринова вообще считается одной из немногих девушек, кто стабильно побеждает мужчин-соперников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok